Тибетские лисицы делят свой дом с необычайными соседями. Черногубая пищуха. Близкая родственница кролика, но гораздо меньше. Всего 15 сантиметров в длину. Пищухи живут под землей большими колониями из сотен особей. Большую часть лета они проводят за поеданием травы. За день они могут съесть массу зелени, достигающую половины их собственного веса. Каждая семья занимает площадь больше квадратного километра. Постоянно копая, пищухи рыхлят почву. Их помет – необходимое удобрение для местных степей. Там, где пищухи прежде разрыли земли Цинхая, все преобразилось. Пищухи – садовники великих китайских равнин. Они заботливо хранят это царство. А у лисьего логова отец все еще следит за щенками. Ожидая, пока мама вернется с охоты, семья проголодалась. Лисам повезло. Их любимое лакомство здесь в изобилии. Пищухи. 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 Пищухи составляют до 95% рациона тибетских лис. Ничего удивительного в том, что родители устроили логово рядом с их колонией. У этого лиса тонкая морда и невероятно длинные клыки, поэтому он легко достает пищух из их норок. Из-за мощных челюстей его голова кажется непропорционально большой. Это помогает лису скрыть остальное тело во время охоты. Чтобы прокормить все семейство, ему нужно ежедневно ловить 20 пищух. Задача не из легких. А мамы все еще не видно. У лиса нет выбора, кроме как отправиться за добычей самому. Шаловливые тибетские лисята голодны и сидят одни дома. Мама еще не вернулась. А папа ушел на охоту за пищухами. Лису приходится прятаться за малейшими неровностями. У этой пищухи совсем рядом путь к отступлению. Лису-отцу необходимо подобраться на расстоянии хотя бы трех метров. КОНЕЦ Отец – отличный добытчик. Все щеняты теперь сыты. Даже младшая сестра. Пришло время заслуженного отдыха. Семья с нетерпением ждет маму.